Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». Да! Деловая аннотация! Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я Ксения Шамова и программа «Да! Деловая аннотация». Здесь я рассказываю о книгах, которые пришли в мою жизнь, или по рекомендации, или по собственным впечатлениям. В моём окружении очень интересные люди, которые работают в разных сферах. И так часто бывает, что знакомимся по делу, а потом деловые отношения перерастают в дружеские. Так и тут случилось. Общие проекты и общения на совершенно любые темы. От бизнесовых, проуправление, маркетинг, поиск персонала, отзывы клиентов, до отдыха, быта, семьи. И часто возникает вопрос спорта, так как наши дети занимаются хоть и разными видами спорта, но на хорошем уровне. И в одной из встреч разговор зашёл о том, как мыслят спортсмены. Как кто-то побеждает, а кто-то нет. Что происходит в голове? Да и подход в спорте и бизнесе во многом похож. Именно эта книга доктора медицинских наук, практикующего спортивного психолога Джима Афремова, «Разум чемпионов, как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены», рекомендованный возраст 16+, которую я сегодня представлю вам, появилась по рекомендации. В книге 10 глав, которые являются приёмами, помогающими одержать психологические победы для достижения любых целей. Автор книги говорит о том, что навыки и стратегии, предлагаемые в книге, помогут прорубить дорогу к успеху, вне зависимости от того, чем занимаются и какие ставите перед собой цели. Хотите пройти быструю оценку психологического подхода к спорту? Здесь можно поставить «Равно своему делу». Проанализируйте последние три месяца по следующим критериям по шкале от 1 до 10. Постановка целей, воображение, внутренний диалог, твёрдость, сосредоточенность, контроль дыхания в волнительные моменты, стойкость, приручение нервов, оптимизм, язык тела, энергия, самовнушение. Много набрали? Средний показатель 60. Помните, что все эти навыки взаимосвязаны, так что работа над одними улучшит и другие. В дополнение к этой книге хотелось найти пример российской спортсменки. В поисковике вышла книга «Автобиография заслуженного мастера спорта России, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», автора книги Марии Шараповой «Неудержимая моя жизнь». Рекомендованный возраст 16+. В этот раз я взяла аудиокнигу. Эту историю стал формировать её отец, когда ему было 28 лет, а Маше только 6. Отец поверил себе и дочери. Их не остановило ни переезд в незнакомую страну, ни отсутствие больших денег, ни знание иностранного языка. Она достигла успеха в очень молодом возрасте. Мария говорит о том, что не смотрите на успехи, а смотрите на то, сколько раз человек встал, когда были поражения. Сейчас Мария занимается собственным брендом «Шугарпова», производящая шоколад. Сегодня продукция продаётся в 32 странах мира. Я бы не стала ставить точку в этой истории. Хочется спустя несколько десятков лет узнать, что будет дальше, чтобы составить полную картину. Сегодня мы познакомились с двумя книгами. Джима Афремова «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены». И Марии Шараповой «Неудержимая моя жизнь». Золотые медали на самом деле сделаны не из золота. Они состоят из пота целеустремлённости и того особого редкого сплава, из которого отъют внутренний стержень спортсменам. Говорил один из лучших историй борцов и тренеров. Да, деловая аннотация.